Мы приехали к гостинице Новороссийск и у нас еще тут комплекс Хилта. Возле него такая вот надпись большая «С Новым Годом». Мы приехали в парк Фрунзен и у нас тут такая красавица елка и вот такие вот замечательные растяжки. Сейчас мы будем тоже тут делать фото. Мы прихватили с собой звездочку из Фитспрайса и сейчас попробуем сделать волшебный кадр. Так, смотрите, у нас тут забор и чтобы его не было видно, мы опять фотографируем снизу вверх. Забор тогда не видно у нас и видно всю красоту. Есть вот такой волшебный фонарик со свечкой. Мы с собой еще взяли гирлянду на батарейках. Они сейчас везде продаются, но мы покупали в ленте и будут тоже у нас волшебные фотографии сейчас. Да, Полина? И снова мы поймали отражение Полины. Видите, какое замечательное отражение Полины? Сейчас сделаем тоже фотографии. Полина у нас загадывает желание. Загадалась? В общем, в этом году постарались на славу. Украсили. И людей везде очень много. Поехали дальше. Так, и у нас новая остановка. Парк имени Ленина Планетари. В этом году город закупил много очень таких елок. Они похожи на настоящие. И сейчас мы будем здесь фотографироваться. А еще к ним сразу приклеены шары. Вешать не надо. Вешать приклеены, чтобы не украли. Так, и это у нас знаменитый планетарий Новороссийска. Мы поднялись наверх. И тут есть вот такая чудеснейшая маленькая елочка. Полина снимает свое видео. Мы потом его тоже вставим и покажем, что получилось у нее. Сейчас мы вам покажем, как надо фотографироваться, как не надо. Какую эмоцию надо изображать. Полина, давай, делай радость неправильную. А, неправильно? Да. Так не нужно фотографироваться. Так, делай радость с руками с открытым ртом. Так не надо фотографироваться. Теперь показываем, как надо. Так нужно. Делаем радость, эмоцию. Руки наверх. Вот так надо. Взгляд в сторону. Еще больше радости. Ес! Ура! Так надо. Как не надо, покажи. Мы все-таки решили подойти к гостинице София. Полине очень нужно там сделать волшебные кадры, да? Хрюк. Заложенный нос и кашель. Мы приехали к администрации. О, смотрите, какая луна. Прям над елкой. Вот наша главная елка. Говорят, что она стоит 6 миллионов рублей. Честно, меня она не впечатляет в парках других. Елке понравились гораздо больше. Почему? Ну, она вот какая-то интерактивная. На ней сейчас будут надписи появляться. Новороссийск, с Новым годом и так далее. Она, конечно, может какая-то и крутая, но мне больше нравятся классические, с обычными огоньками. Покажем елку поближе. Она вся состоит из таких вот лампочек на каркасе. И они, ну, получается интерактивная елка. Меняют свой цвет, порядок и так далее по заданной программе. Успели. Здесь было такое интерактивное табло. И каждый день был отсчет. До Нового года осталось там 10 дней, 13 часов, 15 минут, 12 секунд и так далее. Но на следующий год. Но почему-то выключили. Наступил 2020-й. Фигура оленя. А это кто еще один олень? Вот наша администрация города Новороссийск. Вышла? Да. Мы спустились в подземный переход. И тут практически никого нет. И мы идем на другую сторону. Смотреть, как там украшено все. На серединку. На серединку? Да. Сначала на серединку, потом на противоположную сторону улицы. Какая-то нужна по этому месту? Людей очень много. Все уже действительно наелись, выспались. И у нас улица Советов практически вся украшена фигурами с этой стороны. А туда дальше, к Новороссийской Республике, там подсвечены деревья разным цветом. Настоящая новогодняя сказка. Погнали! У нас импровизация ребенка. Полина через елку. Так, на этой стороне мы особо много фотографироваться не будем. Просто вам покажем. Машарная новогодняя игрушка. Карета. Людей очень много. Поэтому прям что-то симпровизировать не получится. У нас только портреты. Если фотографируетесь портреты, становитесь лицом с фонариком. Нет. Нельзя. Видите, Полина сейчас стоит, смотрит на карету. От кареты идет свечение и у нее лицо подсвечено. Вот она отвернулась, бах, и все пропало. Опять смотрит на карету, лицо освещено. Так что можете вполне фотографироваться на телефон. Вот такие чудные кони. Так, смотрите, мы опять нашли отражение от плитки. Получается у нас замок и сверху, и снизу. Очень здорово получается. Так, вот такой замок есть. Трон. На него сейчас не попасть очень много людей. Замок. Там опять олень. И тоже какая-то арка. Вот такая же, как и с той стороны. А вот с той стороны тоже такая красота. Это ДК Украина украшен. Там тоже стоит олень. И елочки, как настоящие. Такие же, как и в парке имени Ленина. Туда мы уже не пойдем на ту сторону. Мы уже замерзли. У нас садится батарейка на фотоаппарате. Но с той стороны я вам покажу фотографии, которые я делала моим клиентам на фотосессиях. Мы дождались, когда освободится трон с телепой ножками. И у нас Полина королева-принцесса. Ну что, мы идем опять к машине. И у нас осталась последняя точка. В Новороссийской Республике. Погнали. Да. Давай мы еще туда пройти. У него очень полный пройдет. Все, чтобы мама это показала. А вот сюда не поем. Мы уже хотели ехать на другую локацию. Но Полина увидела вот эту вот люстру. Ей срочно сюда понадобилось приехать. Люстра находится рядом с Красной площадью. Внимание! Впереди камера контроля скорости. Ограничение 60 км в час. И мы пришли на последнюю нашу точку. Точнее приехали. Это улица Новороссийской Республики. Сделали ее буквально за день до Нового года. Очень красиво. Долго монтировали. Не знаю видно вам или нет. Там висят еще звездочки. Снежинки сверху. Вот их видно хорошо. Красиво. Почти как в Москве. А на той стороне возле абрикоса есть фотозона с оленями. И Полина не загораживает Деда Мороза. Мы с собой взяли из реквизита еще кружку. И вот такой плед. На самом деле это не плед, а а-ля тряпочка. И сейчас будем тоже делать фотографии. Всем удачи. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых классных видео. Несите их дома. Гуляйте и отдыхайте до новогодних каникул. Пока-пока. И обязательно фотографируйтесь. И загадывайте желания. Пока. Пока-пока. Пока-пока.